В культурной жизни Ростова-на-Дону тоже пасхальная неделя. В рамках соглашения, действующего между Донской митрополией и областным министерством культуры, в городе началась серия концертов, которые представят любителям музыки классические и духовные произведения. Об этом было заявлено в ходе пресс-конференции, прошедшей в Ростовском музыкальном театре. Рассказывают наши коллеги из информационного отдела Ростовской-на-Дону епархии. В Ростовском музыкальном театре с 15 по 22 апреля пройдет пасхальная неделя. Руководителем проекта пасхальной недели выступил главный дирижер театра, заслуженный артист России Андрей Аниханов. Это идея христианская, и особенно это меня укрепило в мысли, когда уже года два назад я посетил Иерусалим и прикоснулся вот уже к своим сердцем к тому, что там есть, к тому, что там происходит. В рамках пасхальной недели будет исполнено сочинение Джованни Пергалези «Стаббатматер» по мотивам евангельских событий Великой Пятницы. Пройдет симфонический концерт «Божественное и земное», а также концерт произведений русских композиторов-классиков «Душа России». Выбор исполняемых произведений, отметил пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский, глубоко символичен. Он отражает духовную роль нашего Отечества как центра христианской цивилизации. Россия не является на 100% Востоком или на 100% Западом. Россия объединяет в себе все самое лучшее и все самое противоречивое, как Востока, так и Запада. И то, что на сцене музыкального театра в пасхальную неделю под эгидой «Душа России», под этим титулом объединяются произведения величайших композиторов и Востока, и Запада, величайших музыкальных поисков двух миров, двух цивилизаций, христианской и западной, христианской и восточной цивилизацией, я думаю, что это очень сильно. Нынешняя пасхальная неделя в Ростовском Муз-театре уже вторая по счету. И вновь организаторы ожидают аншлаг. Билеты на некоторые из вечеров уже раскуплены. Один из серий концертов пройдет в Донском государственном техническом университете и по доброй православной традиции будет полностью благотворительным. Вадим Германюк, Сергей Харченко, информационный отдел Ростовской наддонной епархии.